Всем привет! Меня зовут Александр Воронцов. Сегодня мы будем разбирать песню Red Hot Chili Peppers Can't Stop на бас-гитаре. Начнем с того, что в этой песне основной рифф играется техникой слэп. Поэтому перед тем, как ее играть, нужно немножко вспомнить, как это вообще делается. Если не знаете, как, есть видеоурок, в котором я показывал, как это все делается. Поэтому детально останавливаться на этом не буду, просто буду уже рассказывать, где, чего, как работает в этой песне. Итак, песня начинается со вступления гитарного и барабанного, и бас там играет одну ноту, нота ми, седьмой лад, третьей струны. Восемь тактов это звучит, ровными восьмыми нотами. И так далее, ну вы поняли, что это объяснять. Последний такт, только единственное, уже играется по открытой ми, четвертой струне, чтобы создать прям такую кульминацию. Далее в бас-гитарной порт идет пауза, и слушаем, как гитара играет основной рифф песни. Далее начинается куплет, идут слова, сначала там бас-гитара не играет, и со второй части куплета уже вступает основная партия с техникой слэп. Выглядит это так. Сначала сыграю все целиком, потом будем детально смотреть, как это все работает. Значит, здесь четыре аккорда. Сначала ми, потом ре, потом си и до. И как мы это дело обыграем? Аккорд ми обыгрывается таким образом. Сначала мы играем основную ноту, тонику, ми, седьмой лад третьей струны. И далее по первой струне нота ре, нота ми. Седьмой и девятый лад первой струны. Просто, значит, играем так. Слэп, подцеп и еще один подцеп. Желательно еще при подцепе заглушить третью струну. Можно сделать это ребром ладони. Не очень может сразу получиться, но надо постараться. Конечно, еще помимо того, что мы глушим правой рукой, надо отпустить прижатие указательным пальцем. Чтобы ноты друг на друга не наслаивались. Так, теперь вот вторую часть этого обыгрывания. Сначала просто таким образом, потом опять слэп, потом еще один слэп, но мертвая нота. Дальше. Идет подцеп, потом опять слэп, мертвой нотой. Еще один подцеп и опять мертвая нота. Такая фраза получается в конце. То есть по какой струне вы попадаете при вот этом мертвом звуке, совершенно неважно. Может быть по всем струнам. Еще раз медленно. Да, еще забыл сказать, что там в конце два раза мы играем эту фразу на ми. Вот так заканчивается фраза. Заканчиваем мы ее открытым ударом опять по тонике. То есть мы с нее начинаем и ей же заканчиваем. Переходим к другому аккорду. Теперь аккорд ре. Это пятый лад третьей струны. Но обыгрывающие ноты у него остаются те же самые, что и когда мы обыгрывали аккорд ми. То есть ноты также ре. Ноты ми. То есть звучит это так. Теперь все по порядку. Начинаем также слэп на ноте ре. Подцеп нота ре. Седьмой лад первой струны. И нота ми. Опять слэп. Во ре. Потом мертвая нота. Слэпом. Подцеп. Мертвая. Подцеп. Мертвая. Опять подцеп. И открытая нота на пятом ладу четвертой струны. Нота ля. То есть в первом случае на ми мы заканчиваем на той же самой ноте, с которой начинали. А здесь мы берем не ноту ре в конце, а ноту ля. Таким образом, чтобы подвести к следующему аккорду. Еще раз, как это все звучит вместе. Медленно. Третий аккорд. Си. Седьмой лад четвертой струны. Обыгрываем его всего лишь одной нотой. Которая тоже является нотой Си. На второй струне девятый лад это октава. Все очень просто. Просто по сравнению с остальными этими двумя аккордами имею ввиду. То есть ритмика на всех аккордах одинаковая. Меняются только обыгрывающие ноты. А все удары, то есть если вы один раз это сделали, то во всех остальных вы делаете то же самое. Слэп. Два подцепа. Опять слэп. Мертвая нота. Потом подцеп. Мертвая. Подцеп. Мертвая. И открытая в конце. Вот так. То есть будет подцеп. После нее сразу. Слэп. Нота Си. Вот такая фраза. То есть обратите внимание, иногда я делаю паузы, как в начале, например, фразы. А потом я делаю подцепы и мертвые ноты. Это добавляет, так скажем, такой, больше груго делает перкуссидные такие удары. Слушаются очень хорошо всегда. Заполняют пространство инструментов. Так, и последний аккорд, это до. Почти все здесь играется то же самое, что и в Си, кроме самой концовки. Здесь, так скажем, некоторые хитрые моменты. В песне фли постоянно меняет концовки. Один раз он играет так, в другой раз он играет иначе. В принципе, вы можете это делать на ваш выбор. Не обязательно учить это досконально, в каком месте, какую концовку он играет там. Но если вам нравится, можете и досконально все это выучить. Я сейчас покажу вам несколько вариантов концовок, которые используются в этой песне непосредственно фли, как играет. Может, что-то там от себя добавлю. И, используя эти идеи, вы также можете придумывать свои варианты. Самый банальный вариант вообще без концовки. То есть играть так. Это тоже вполне нормально. Он так периодически тоже делает в песне. Можно еще так делать. То есть нота Ре после До, да? В конце саунда. Ее же можно еще вот здесь, на третьей строне. То есть как вам удобнее. Она хорошо подводит как раз опять к ноте МИ, с которой мы начинаем новую фразу. Вот, как вариант. Есть еще такая штука. Что здесь происходит у нас? Нота Соль. Две отталады первой струны. И нота Ми. Две отталады первой струны. Иногда еще есть такая фраза. Она уже играется пальцами. То есть что за нота здесь используется? Нота Ля. Седьмого отталады первой струны. Си. Ля, Си, Ре. Можно использовать здесь хаммер. То есть без правой руки, да? И дальше играем ноту Соль-Ля-Соль. Также хаммером. То есть здесь очень важно успеть быстро перейти со слэпа на обычную пальцевую технику и потом обратно вернуться на слэп. В принципе, не должно составить труда. А, уже эту ноту надо брать опять слэпом. И поехали дальше. И еще был такой вариант концовки. Играем сначала до так же. Потом переходим на... Нота Соль на первой струне и октава от нее. Соль на третьей струне. И Ля на первой струне, 14-й лад. И октава от нее, 14-й лад третьей струны. Звучит так. Или как-то там иначе немножко он это аритмически может делать. Например, так. Все это на ваш выбор. То есть у него постоянно какие-то там разные движения. На концертах иногда у него используются такие фразы. Которые он делает подцепом по третьей струне. Тя фраза звучит так. Особенно это популярно, если вы будете сравнивать, смотреть по табулатурам или по ютубу, смотреть какие-то еще дополнительные видеоразборы. Вы можете увидеть, что люди часто играют эту фразу. Флию играл на выступлении с Лейн Кэстл в 2003 году. Когда они исполняли эту песню. Итак, разбираем припев. Значит, здесь это выглядит все вот так. Начинаем мы на 10-м ладу третьей струны. Нота соль. И дальше, в принципе, по мажорной гамме. Можем здесь импровизировать. Дальше движение такое. Двигаемся к ноте ре. От ноты соль к ноте ре по мажорной гамме. Получается нота соль, ля, си, до, ре. Далее. После ре мы играем ноту. Си. Обыграем ее. Си, ля, си, ля, до. И возврат к первой ноте соль. Тоже от ноты ре вниз по гамме. Как видите, все это играется в одной позиции. Все под пальцами, никуда там рукой двигать не нужно. Все очень удобно. И последняя фраза. Си, до. Это девятый и десятый лад второй струны. Отрывисто. И висим на ноте до. И переходим опять заново на... И так далее. Здесь то же самое, что и с концовками куплета. Фли постоянно импровизирует. Делает какие-то разные переходы, разные обыгрывания. Как я уже сказал, вы можете использовать ноты соль мажорной гаммы. Чтобы создать какие-то собственные обыгрывания в пределах этих нот. То есть, что вам нужно, это вовремя приходить на основную ноту аккорда. То есть, сначала основная нота у нас соль. Потом ре. Си. И до. И вот нужно вовремя просто приходить к этим нотам. А между ними можно играть все, что угодно. Например. Ну, это не очень может быть удачно. Или так, или... Ну, фиг знает. Мне кажется, что то, что это делает фли, самое правильное. Как-то уже наслух легло в этой песне. Далее. Можно от ноты си обыграть ее через ноту соль на 12-м ладу первой струны. Фли так делают иногда. То есть, не через ля на 12-м ладу третьей струны, а здесь, сверху. И вернуться. Не так. То есть, просто поменять ноты местами. И это уже будет слушаться здорово. Можно как-то ритмически это разнообразить. Все это на ваш выбор. Сейчас я что-нибудь попробую еще поимпровизировать. Что понравится, можете взять за основу или придумать по-своему. Вот, собственно, как-то так это выглядит в припеве. Остается нам еще одна часть. Можно назвать ее бриджем. Она звучит после второго припева. Сыграю ее целиком. Выглядит она так. Сыграя ее целиком. Сыграя ее целиком. То есть, как вы заметили, она почти вся одинаковая, только опять же меняются концовки. Это вообще характерно для стиля фанк, элементы которого в огромном количестве присутствуют в музыке Red Hot Chili Peppers. Флип постоянно вносит элементы импровизации, это делает музыку более живой, подвижной и дает свободу всем музыкантам. Поэтому я очень советую вам не только зазубривать, куда ставить пальцы, а научиться понимать вообще, как работает гармония, как работают эти вещи, чтобы от себя также вносить какие-то элементы. Это всегда слушается потрясающе. Итак, теперь разберем детально по нотам, что у нас в этом куске происходит. Начинаем с ноты ми, это седьмого третьей струны. И берем еще одну ноту ми, которая расположена на октаву выше, это девятый лад первой струны. И играем такую фразу. Стараемся сделать это отрывисто. Следим за пальцами в правой руке. Дальше, вторая фраза. Это 14 лад первой струны, нота ля, нота ре. Это 12 лад второй струны. Открытая, вторая струна, нота ре. И опять 12 лад. И мы ставим. Третья фраза. Нота си, второй лад третьей струны. И октава к нее. Еще раз. И последняя фраза. Обыграем аккорд до, но делаем это немножко хитро. Начинаем с ноты ре. Это седьмой лад первой струны. Спускаемся на пятый лад первой струны ноты до. И потом уже берем бас. Или можно... По-моему, все-таки он делает слайд. Мне так больше нравится. И советую тоже вам так делать. Звучит красиво и более мягко, что ли. Все. То есть фразы закончились. Повторяем. И осталось разобрать концовки. Переход от нот до к ноте ми. Возврат. Итак, разбираем концовки. В конце первой фразы ничего нет. То есть играется просто так. И заново. И здесь уже вот такая фраза. Нота ре. Ре диез. И ми. Они играются на синхопу. То есть между ударами доли. И. Как бы на счет и. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз. Вот так это играет. В третьей строчке такая фраза. Сделаем хаммер от ноты соль кля по второй струне. Первый седьмой лад. И ноты ре. Ре диез. Ми. И это уже опять первая нота начала фразы. Да, вот сейчас можно, как заметили, можно добавить мертвых ноток сюда. Он их не делает в оригинале, да, но мне кажется, с ними звучит тоже клево. То есть как мы их делаем. То есть ставим большой палец. И шлепаем по струне указателем. По заглушенной струне. То есть мы просто не прижимаем струны, а прикасаемся пальцем. И потом две ноты. Уже открыты. Можно их делать хаммером. Такая фраза получается. То есть две мертвых ноты у нас получились. Лучше даже вот так сделать. И здесь в этот момент сделать смену позиций, чтобы выйти первым пальцем опять на первую ноту. Потому что надо будет быстро брать после нее октаву. Вот, что я имею в виду. И так далее, да. И в последней строчке тоже в конце ничего не играется. Просто... И все. Потом гитара играет какую-то фразу там, типа соло там, по высоким нотам. И бас играет свою основную тему. И так далее. То есть на этом, в принципе, заканчивается. То есть больше ничего нового в песне в этой нет. Мы все сделали. Молодцы. Сделали большую работу. Это было непросто. Но мы справились. Ну и, конечно же, самое главное. Подписывайтесь на наш канал. Комментируйте. Ставьте лайки. Посещайте наш сайт. Канал на YouTube. Группу ВКонтакте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok